Давай про Юлика похайпим. А я даже не знаю, что сказать, честно говоря. Я пару записей сделал в ВК, но так, опосредованно к Юлику не относящихся. Честно говоря, еще со времен, когда он был Вайнером, вы, наверное, помните мое к нему отношение. Несмотря на то, что с ним тусили мои лучшие друганцы Ларин и Хованский, я всегда относился к нему, ну, не знаю, как-то... Блядь. Он симпатичный парень и очевидно, что очень нравится маленьким девкам, поэтому такой хайп от того, что там разводится и ебется с кем-то, потому что у девок-то в голове он наверняка супер правильный пацан и все такое. Но я-то вижу людей в реальной жизни зачастую, знаю какие-то истории, рассказы, поэтому... Ну, пиздец, я, ну, типа, даже как-то не знаю, как что-то комментировать. Плюс я, в отличие от большинства людей, немного хотя бы образованный, у меня 116 IQ, поэтому, когда я смотрю там ролик Холландского, где сидит Юлик, и они там смотрят, ну, типа, отжиги Ельцина, и Юлик такой... Блядь, а что, Ельцин был президентом? Блядь, а что, до России было СССР, нихуя? Блядь, а что такое в натуре... Я просто смотрю и думаю, ебать, где ты его достал вообще, ебать, ебать, блядь, это что вообще за чувак, нахуй? И, ну, я с ним общался буквально три раза в жизни, там, на съемках Озона, ну, там, я просто сказал, у тебя нет ко мне никаких претензий, ну, мы там, руки друг другу пожали и все забили. Потому что у нас был конфликт какой-то, и, если мне память не изменяет, когда у Юры были проблемы, и я с ним, там, по телеге у нас была какая-то непонятка относительно адвокатов или еще чего-то, и, ну, в общении у меня вообще сложилось мнение, что, ну, человеку тяжело, например, предложение составить разговорное, там, типа, он как бы так... Типа, я думаю, ебать, это... Я даже, ну, типа, просто забил, ну, хуй, блядь, то ли в игнору поставил, то ли просто, ну, решил не связываться, потому что, ну, тяжело просто говорить, он то ли под кайфом, то ли, блядь, ну, реально дурак какой-то. Ну, типа, не знаю, я всегда говорил, что у Нифиодова какие-то проблемы с интеллектуальными способностями, ну, чтобы никого не оскорблять, ну, реально, типа, блядь, просто ванна похуй была, если честно, думаю, ебать, вот это да. Поэтому, ну, хз, даже, как это все прокомментировать. Мне кажется, принятие, в чем дело, что бы ни делал дурак безотносительно ситуации с Юриком, да, он всегда все сделает не так, то есть, какие бы решения, там, действия, как бы он не строил свою жизнь, он всегда все сделает через жопу, просто, ну, в силу того, что он тупой. Вот и все. И тут ничего не важно вообще, в принципе. Когда просто посмотришь на всю эту историю, вспомнишь, что тебе рассказывали другие люди, то можно просто задуматься вообще, типа, ну, люди в своем уме или нет. И никого не жалко вообще, никого. Потому что посмотришь на кого-то, да, типа, попрившаяся на лосо-феминистка с татуировкой на лбу, какая-то карлица у помойки, там, ну, без негатива, маленькая женщина, назовем ее так. Какие-то странные люди, похожие на мужчин, и все это как-то вместе перемешано, блядь, перекручено, какие-то отношения у всех, все к другу бегают, все на наркотиках постоянно, и т.д. и т.п. И думаешь, блядь, зачем вообще в этом разбираться? Но при этом 13-летние девочки сидят в интернете, видят симпатичного мальчика и думают, ебать, он классный парень, ебать, он, типа, умный, блядь, симпатичный, спортивный, наверное, это идеальная любовь, нахуй. Да, в пизду, какая, нахуй, любовь, я вам так скажу. Ну, вообще, в принципе, я не особо верю в любовь, там, двух благеров или еще кого-то, потому что это, блядь, взрослые дети всегда. Ну, честно говоря, вот после того, как я, там, свои длинные отношения закончил, да, я тоже первое время писал, там, стримершем и так далее. Через, ну, ладно, через год мне пришло осознание, надо завязывать с этой хуйней, потому что, во-первых, ну, это абсолютно тупое занятие. И здесь отношения всегда будут какие-то публичные, хайповые, но не настоящие. И то, что вы оба занимаетесь какой-то хуйней, вместо реальной, там, работы, жизни и так далее, оно только всегда будет негативно влиять. Перешел на идеальных женщин? Ну, да, да. Идеальные женщины. Трудно выразить свое отношение к происходящему, серьезно. Но я говорю, вот, основная моя мысль такая, что все, что будет делаться в этих тусовках, оно большую часть времени будет делаться неправильно и через жопу. Просто под влиянием интеллектуальных способностей, наркотических средств, алкоголя и так далее, да, хайпа. То есть, ну, какие бы решения сейчас не были приняты, я всем желаю счастья, здоровья. Юлику там, ну, я не знаю, просто понимаете, здесь как я-то свечку не держал, к примеру, да. Вдруг он действительно там любит одну там, а не другую теперь, или ему кажется, что любит. Через неделю, ну, перехочется ее любить, или ей она там уйдет, он вернется к этой, или еще, ну, начнется вот это, блядь, Санта-Барбара. Любые решения, которые он примет, блядь, все равно будут неправильные в силу, ну, просто вот его понимание жизни, мне так кажется. Ну, а то, что я про него вообще слышал, да, в разных компаниях, ну, я не знаю, мне кажется, что такой человек, ну, какой-то сомнительный, стрёмный, может быть, это не так. Потому что внешка его даже меня подкупает, он сасный парень, то есть я бы с ним, ну, типа, пообщался поплотнее. Но на лбу не стал бы татуху набивать. Так, про изнасилование я не буду комментарии давать, ребята, пока Лиска сидит в тюрьме, по слухам, где-то в Америке, и сама что-то не скажет, я вообще, ну, во-первых, я знаю Лиску и Юлика, поэтому я не буду давать никаких комментариев, я не знаю этой ситуации, в принципе, да. Это очень серьёзное обвинение, вообще, ну, уголовного характера, я бы даже сказал, хотя в России зачастую всё спускается на тормоза в этом плане, но я уж точно ничего говорить не буду, просто потому что, ну, это уже серьёзное обвинение. То есть, если кто свечку держал или ещё что-то, тогда пусть он говорит, а с нету пусть, ну, типа, помалкивает. Вот, обрисована ситуация была, да, я её тоже прочёл, какие-то выводы сделал, что-то где-то слышал, возможно, тоже, но не более того, я не стану говорить, потому что это слишком жёстко. Когда, ну, там, что-то откровенное, кто-то уже, кому можно доверять, скажет по этой ситуации, тогда, конечно, но я ничего говорить не буду. Кого изнасиловала Лизка? Я думаю, никого. Она вообще, ну, типа, такая позитивная девчонка. Я тоже видел один раз, только в жизни. Я сказал, мы тогда уезжали как раз со съёмок, я говорю, ну, типа, не хочешь с нами поехать пиво пить? Она заплакала и убежала почему-то на это предложение, я так и не понял. Может быть, какая-то травма. Ладно, это шутка. Это шутка. На самом деле, такого не было. Если честно, ну, помню Лизку, ещё когда она в дот с нами играла, она всегда, мне казалось, что как-то, ну, играет в другую команду. Не в доте, если вы понимаете, о чём я.